Оппозиционер Алексей Навальный долго возмущался. Как же так? По пол ведра еды на брата. Алексей Анатольевич, ну а может быть на банкете должна была быть дочка Шойгу или сын генерального прокурора Юрия Чайки, да еще какой-нибудь депутат Госдумы. Ресторан Армения отсудил у оппозиционеров 241 520 рублей. Поводом к иску послужили доводы о якобы сорванном банкете. На каждого гостя приходилось по 4,5 килограммов еды. 78% успешных дел о неуважении к власти оказались об оскорблении Путина. Как сообщается, 70% дел было возбуждено на основании высказываний в соцсети ВКонтакте. В Подмосковье задержан глава штаба юнармии за растление школьницы. Проверка показала, что их встречи проходили в салоне автомобиля. В полиции Алексей на август дал признательные показания. Ну вот, опять юнармия. Почему я не удивлен? Более того, думаю, что уже юнармия защищает все следы от присутствия этого человека в ее структурах. А к родителям я бы хотел обратиться. Думайте, когда и куда вы отдаете своих детей. Следователей по делу о задержании Ивана Голунова перебросили на московское дело. В результате по делу Голунова следственные действия практически не ведутся. И опять же не удивлен. Когда надо расследовать дело ментов, которые подбросили журналисты наркотики, следователей нет. А интересно, доживем мы до таких новостей, когда дедуля украл 3 килограмма сарделек, но следователей нет, так как они занимаются борьбой с коррупцией. Расходы на функционирование Путина и его администрации превысят 100 миллиардов за 3 года. Эти траты в 3 раза выше, чем были в 2019 году. А эти новости вообще не надо было показывать. Мы на святом не экономим. Это у нас на индексации пенсии денег нет. А на это мы всегда найдем. А если останутся, мы еще другим странам поможем. Дадим в кредит и забудем. Российский аналог Википедии обойдется бюджету России почти в 2 миллиарда рублей. МВД предложило штрафовать за неуважительные посты о полицейских. Проект документа пока не опубликован, но ведомство выложило заявку на его обсуждение. Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности. Отдельно российский лидер выразил мнение, что сдерживание Китая невозможно, а тот, кто будет пытаться это сделать, нанесет урон себе. Ну вот, теперь все понятно. Я думаю, почему наши-то молчат? Пол Сибири китайцы захватили, лес выпиливают, русских людей спаивают, недра, ресурсы. Да они уже за Уралом. В Екатеринбурге их 200 тысяч. Редактор субтитров А.Семкин.